Приветствую вас друзья! В моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о довольно мощном блокчейн проекте, команда которого ставит своей целью решить основные текущие проблемы блокчейн индустрии, такие как централизация, низкая масштабируемость и так далее. Данный проект называется Core. Он представляет собой блокчейн нового поколения, который находится сейчас в разработке. Причем хотелось бы сразу отметить, что в отличие от многих других молодых разработчиков, команда блокчейна Core не превозносит свое решение выше других и не называет его каким-то сверх революционным, а ставит его в один ряд с существующими сетями, такими как Polkadot, Cardano и Cosmos. Однако различных технических новшеств у блокчейна Core будет и места действительно много. В этом видео я разберу их лишь поверхностно, а при желании вы сможете сами изучить техническую документацию данного проекта. Ссылку на нее я оставлю в описании под этим видео. Во-первых, блокчейн Core будет работать на базе консенсуса Proof of Stake. Только в отличие от других проектов у него будет иметься система мультивалидаторов. То есть вместо одного универсального типа нод у их Core будет иметься пять ноды-валидаторы, ноды-наблюдатели, ноды-защитники, ноды-номинаторы и ноды-сборщики. Каждый из них будет выполнять свою роль и тем самым существенно снижать общую нагрузку на блокчейн, позволяя достигать большей масштабируемости и безопасности. Во-вторых, Core будет являться многослойным блокчейном. Например, если у Ethereum есть сторонние Layer 2 решения, то у Core такая технология будет встроенной и слоев тут будет не два, а три. И каждый из них будет выполнять определенную роль, также повышая масштабируемость сети. В-третьих, у Core будет реализована технология шардинга, которую уже несколько лет не могут внедрить разработчики Ethereum. Отдельные шарды будут обрабатывать разные транзакции, тем самым не создавая больших очередей на подтверждение и не заставляя пользователей ждать десятки минут, пока их транзакция добавится в блок. И в-четвертых, команда Core пытается создать ультимативное кроссчейн решение. По их мнению, все текущие кроссчейн-технологии, вроде Cosmos или Polkadot, имеют свои изъяны. Например, повышенный уровень централизованности мостов. А блокчейн Core будет иметь встроенную систему децентрализованных мостов, которая позволит ему связаться с другими блокчейнами, вроде биткоина и эфира, давая тем самым возможность переносить токены из этих блокчейнов в сеть Core для последующего использования. Это, кстати, может решить и проблему принятия. Ведь многие пользователи, которые сейчас используют, например, DeFi-приложения на базе Ethereum, смогут без особых проблем перейти на их использование в сети Core. Ведь блокчейн Core будет куда более дешевым и масштабируемым, чем тот же Ethereum. Согласно планам команды, они планируют достичь следующих показателей в первый год после запуска тестовой сети. Скорость 50 000 транзакций в секунду, финализация транзакций за 10 секунд, 200 шардов и более 4000 нот-валидаторов. А релиз Core должен будет произойти в конце 2022 года, перед этим пройдя стадию тестовой сети, запуск которой намечен на второй квартал 2022 года. В данный же момент команда занимается проведением исследований и, конечно же, сбором финансирования. Делают они это путем продажи собственного утилитарного токена CMCX. Сейчас токен CMCX отчеканен на примайнах в сетях Ethereum, Binance Smart Chain и Tron, но после своего запуска эти токены можно будет конвертировать в монеты CMCX на блокчейне Core. IRC-20, BIP-20 и TRC-20 токены являются лишь временным решением для проведения распродажи CMCX. Sale CMCX будет проходить в формате AEO и сразу на 10 биржах LBank, Hotbit, XT, Windex, ProBit, Peer2Peer B2B, IndoEx, CoinEx, BKX и BankCX. И в данный момент первые распродажи уже запущены. Сейчас токены CMCX можно купить на биржах INDOEX и Peer2Peer B2B по стандартным условиям AEO для этих платформ. Причем, разумеется, цена покупки на Sale является чуть более низкой, чем цена последующего листинга. Участвовать в данной распродаже я вас не призываю. Этот процесс очень рискованный и любое решение об инвестициях вы должны принимать самостоятельно. Однако проект Core на мой взгляд является очень перспективным, поэтому я советую вам хотя бы ознакомиться с ним более подробно и детально изучить его документацию, в которой имеется довольно много новатарских решений. Ссылки на всю эту информацию о проекте Core я оставлю в описании под этим видео. И на этом у меня друзья все, удачи вам профита! Пока-пока!